7 мая. Изменить себя. Однажды среди ночи я обнаружила, что сижу на ступеньках нашего подъезда. Все огни внутри и снаружи дома были погашены. Я вспомнила, что полночи наблюдала за соседним домом, в то время как мой муж с пистолетом и винтовкой, притаивший, сидел в машине. В этот момент я наконец признала себе, что не могу оберегать моего сына-наркомана круглые сутки. Дело в том, что торговец с наркотиками преследовал его. А стресс из-за необходимости переехать в другое место жительства, удвоенный разрывом с девушкой, привел сына к нервному срыву. И он совершенно не мог контролировать себя. В результате я приняла решение присоединиться к Наранону, чтобы найти помощь, в которой нуждалась. На своем первом собрании я услышала, как члены группы делились огорчениями и успехами. Большим облегчением для меня стали впервые услышанные три «не». Я не являюсь причиной заболевания. Не могу контролировать. И не могу лечить его. В следующей неделе я повторяла про себя эту фразу снова и снова. Другое ценное послание, которое я получила в тот вечер, было такое. Я могу изменить только себя. Я применила эту мысль к себе и почувствовала, как гора свалилась с моих плеч. Сейчас я понимаю, что для того, чтобы мой сын выздоравливал и имел шанс набраться мудрости, силы и уверенности в принятии собственных решений, мне необходимо уйти с его пути. Только тогда он испытает взлеты и падения в своей повседневной жизни. Я продолжаю напоминать себе, что я не являюсь причиной заболевания. Я не могу контролировать и не могу лечить его. Размышления на сегодня. Я буду работать по программе, так как теперь знаю, что могу изменить только себя. Я должна отступить в сторону, позволить наркоману разбираться с последствиями его употребления и не стоять на пути Божьей воли. Цитата Ты можешь быть либо всегда правой, либо счастливой. Что ты предпочитаешь? Курс на чудеса A Course in Miracles